Всем привет! Сколько лет живем уже в Москве? Сколько лет живем? 0,3 года. 0,3 года, да, действительно. Ни разу мы не ходили в кинотеатр. Фильм, как он называется, просто не помню. Бакемская распро... Как? Что-то такое. Расплодия? Расплодия. Расплодия. Короче, про Фредди Меркель. Про Фредди Меркель, как он вообще стал певцом, история его, с чего она началась. И группа. Жизнь и смерть. Жизнь и смерть. Вообще не про это. Ну, короче, фильм выбирала я. А Сережа, это по остаточным слухам в теме. Ну, кто помнит, что группа Куэйна, это Шамаз Гаон, знаменитая песня. Там такая маленькая драмочка, что там будет немножечко однополых историй. Ты мне этого не говорила? Чуть-чуть. Ты мне этого не говорила? Ну, вот сейчас говорю. Ты едешь одна вот таким. А то подумай, там, может, за ручку будут мальчики приходить. Ну, сейчас переживешь или что-то. Самое удобное, что мы сюда поднялись. Здесь можно сразу купить билеты и заказать еду. Удобный сервис. Если горячие сосиски, что у нас не было, вас боится. Один попкорн. А у нас разные кассы. То есть ты стоишь очередь на покупку билетов. И отдельная очередь за попкорном. А тут вот все в одном месте. И билеты покупаешь. И попкорн. И никаких очередей нет. Или вода. Алена заказала 16 бы крыльев на двух костях. Не ври. Себе. Я говорю, мне только картошечку. И говорю, или кофе. Видно, что сразу пацан сидит на дверь. На самом деле, слава богу, у меня наконец-то закончился токсикоз. И я могу поесть крылья. Потому что до этого у меня от любого мяса мутила. И я не ем панировку, потому что она жирная. То есть полностью счищаю весь этот сухарь. И ем только внутри мяса. Оно довольно нежирно. Такая соченькая. Отлично вообще. Ну а я ем все. Сережа за мной доедает. Я обгрызаю косточки. Жду уже пока на поездке. Я, кстати, очень люблю косточки. Если я за Сережей, потом косточки сижу. Ну это нормально. И дома так же. Сегодня мы будем обозревать такую небольшую покупочку нашу. Маленькую. Маленькую. А так я люблю животных. Ну что он дерет? Ну не проказники-то такие. Ну что он не дерет? Просто посмотрел. Сейчас, сейчас. Да, под дверью когтем. Вот мой телефон Samsung 8. Ну конечно, может так мало кому интересно будет. И как вы думаете, стоит вообще переходить с Android на iPhone? Или с iPhone обратно? Кто вообще переходил? Что, я не понимаю, в корм добавляют. Гарик. Тебе все в порядке? Мальчик мой. Все хорошо? Бабушке нагольнее напахнет. Расскажи, как мы дошли до жизни такой. Потому что будут писать, что я транжир, а ты потрачишь на меня. Стоп в дом. Опять. Опять буду писать, что зачем тебе такая жена? Женись на мне. Я тебе буду борщи варить. И ни на что не претендовала. Все в дом. Короче, купили Алены новый iPhone. Это он все же, можно сказать, настоял. Короче, у нас тут была борьба. В общем, борьба России, как за мой телефон. Потому что, на самом деле, моему 8+, iPhone, меньше года. То есть, я его купила после того, как утопила свой предыдущий. Семерочку. Да, семерку я утопила, которая у меня, кстати, была новая в поездке. И после этого, по-моему, когда в феврале, да, ты мне купил вот этот вот. Просто, почему я хочу поменяться, попробовать, как вообще iPhone? У меня ни разу не было iPhone. Я все время сидел на Android. И все время чморил iPhone. И все время, ну не, не чморил. Просто мне не нравилось. Плюсы, что здесь Bluetooth, он только для наушников. Что здесь компьютера через шнур не вытащишь фотографии. Вытащишь, не скинешь. А, не скинешь. Я мог использовать свой телефон как точка модема. Теоретически, у меня тоже это могло бы быть. Но ни разу не пополучалось. Да. Мне нравится в iPhone, что здесь отличный звук, стереодинамики. Они просто прекрасно звучат. Конечно, он выглядит как кирпич. Вот, тоже, конечно, никакого дизайна. Зогнутый экран, все-таки, с Samsung получше. Но я для себя, раз она всегда подчеркнул, стоит ли iPhone вообще на будущее мне брать или нет. Если не понравится, я просто его потом продам. Просто по-быстрому сбагрит. Не знаю, тысяч за 35, я думаю, его заберут аж бегом. Тем более, у него 256 гигабайт памяти. Вот. И потом выйдет, может, 10-й. Обратно на Samsung. Потом на Samsung, просто на новую модель на 10-ю, может, выйдет в следующем году. Да ладно, мы немножко времени уделим новинке. Короче, мы сразу купили чехол силиконовый. Блин, как он раз из-за этого быстро, офигеть. Видите, уже замочек, все. Быстренько, быстренько. Ну, что хорошо, то, что берешь старый iPhone, подносишь его к новому, они здороваются, и передача информации сразу сваливается туда. Причем этот без симки, он просто здесь вводишь код, здесь вводишь свой код, и они там договариваются, и все качают. Слышно, как они перешептываются. Да. Вот. А на самом деле, я, ну, как бы очень сильно сомневалась, брать или нет. Да, но Сережа, ну, вообще, как по Сереже такой, типа, да, надо брать. Я считаю, что если она занимается профессиональной, как бы, фотографией, как бы, там, Инстаграм, то сейчас считается у этого флагмана камера самая лучшая на рынке. Поэтому посмотрели обзор, и ее там все нахваливают, и стерео звук классно записывают. Ну, и телефон, конечно, солидно в руках, тем более человек такой общественный. Человек. Человек, людь. Жлина. Вот, и я думаю, вот такие вот вещи, как часы, телефон, какие-то такие аксессуары, подчеркивают все-таки личность человека. Да, ну, причем, уже давно не актуально. Да. Да. Ну, телефон мне нравится, конечно. Слушай, вот он только загружается, да? Ну, что, ты мне лицо, блин. Ну, что, вот смотрите, вот это мой старый. Вот это новый. Вот. Даже у них расположение значков, офигеть, вот так вот, зеркально. Посмотрите, круто. Ну, это, конечно, очень классно. Я потому что запарилась вот сюда вот все это закачивать, и здесь прям все по папкам уже разложено. И что еще? Я очень часто влоги на телефон снимаю, а, ну, как бы, до десятки абсолютно не было ни стереозвука, то есть очень ужасно, микрофон записывал, очень тихо. Мне даже, когда я на дорожку перетаскивала, вот такое, знаете, отсутствие пульса. Даже нету, вот, перепадов. То, что записано на iPhone. Ну, и картинка так себе. А здесь они уже постарались. То есть даже если у меня с собой камеры нет, я всегда смогу в ложек для вас какой-то красивенький заснять. Вы когда-нибудь делали такое решение, что с Samsung переходили на Apple, и с Apple на Samsung? Вот я звонил своей сестре, она сидела все время на Android, и после того, как она купила, она же, по-моему, восьмерку всегда тоже купила. После того, как 8 Plus себе тоже приобрела, она сказала, к Android больше не вернусь. Вот так мне четко сказала. Ну, это тоже сколько людей, столько мнений. Да, я хотел бы, конечно, ваше мнение узнать, мне очень интересно. Потому что он сомневается еще. Оставаться на своем или перейти на мою восьмерку, либо, допустим, я ее маме хочу отдать. У меня такого телефона не было, я как бы один раз можно попробовать, посмотреть. Один раз? Нет, к этому можно это отнести, к телефону, не то, что ты подумала. Живу с тобой, постоянно эти шутки про... Шутить могу только я так. Конечно, плюс то, что у меня водонепроницаемая, здесь логозащитная. Ну, бог с этим. Как бы сделали на моем месте вы? Не повторяйся опять. Перешли ли бы вы? Все, до новых встреч, удачи вам. Пока. Пока. Алиса бабушкину сумку распаковывает. Бабушка приехала в гости. Алис, давай распаковывай и выкидывай. Продолжай. Ты побольше, побольше бери. Побольше бери. Прям много бери, сразу и отрывай. Вот. Вот, молодец. Алисонька. Тебе нравится распаковывать сумки? Алиса? Мы идем купаться в первый раз. Алис каякает. Ой, очень-очень громко. Ой, будь здорово. Ой, будь здорово. Ну, пойдемте. Собрание котов. Как всегда. О, хорошая водичка. Смотри, какая. Что это? Какое ощущение. Ну, а что это за водичка у нас тут? Так, ну все. Теперь-ка занимаемся делом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok